Для киноактера и продюсера Шаши Капура создание театра Притхви было данью уважения своему легендарному отцу, театральному деятелю и актеру Притхвира Джукапуру. Шаши вместе со своей женой Дженнифер, дочерью театральных деятелей Джеффри и Лауры Кэндалл, основал театр Притхви в 1978 году. Притхвирыш скончался в 1972 году, и его сын мечтал оставить хорошую память его имени, которая бы выразила любовь родоначальника династии к театру. Пара начала планировать драматический зал в 1975, и их мечты осуществились три года спустя, когда актеры Насерудин Шах и Ом Пури поставили первую пьесу. Дженнифер взяла на себя повседневное управление театром, но проработала недолго. Через четыре года после торжественного открытия сцены, ее жизнь унес рак, а обязанности взял на себя сын Кунал. Позже присоединилась дочь Санджана. Шаши Капур вспоминал. «Люди знают моего отца как актера кино с конца 1920-х годов, но он также сильно интересовался театром и хотел иметь собственную театральную труппу. Он основал драматическую передвижную труппу под названием «Театр Притхви» в 1944 году. Она просуществовала вплоть до 60-го. С ним работало 150 человек. Со своими спектаклями папа объездил всю страну. Даже в тех местах, где, как он знал, у публики возникнут проблемы с пониманием языка хинди, говорит он. Первой пьесой «Театра Притхви» была классическая «Шакунтала» 1944 года. Затем группа поставила семь театральных пьес, написанных драматургами, работавшими с ними. Шаши Капур говорит, что его отец всегда был непреклонен в том, какие выступления должны идти в его театре. Только те, которые затрагивают текущие проблемы и волнуют простых людей. Основная просьба к драматургам заключалась в том, чтобы писать пьесы, посвященные современным проблемам. Вот-вот должен был произойти раздел, и он хотел, чтобы в их спектаклях были затронуты тревоги людей. Это стремление привело к написанию трогательных сценариев. Пьеса «Стена», вышедшая в 1945 году, например, предсказала раздел страны. Она была написана тогда еще очень молодым писателем Индер Раджам Анандом, который впоследствии стал очень известным в фильмах на хинди. Его сын Тину Ананд сегодня снимается в кино. У нас была еще одна пьеса под названием «Падхан». Наша семья приехала из северо-западной пограничной провинции, которая сейчас находится в Пакистане. В то время это была неразделенная Индия. Тогда существовала только одна община подханов. Не было ни индуистских, ни мусульманских пуштунов. Это было замечательное сообщество, и спектакль был об их жизни. Спектакль о хунти, что означает «жертва», рассказывал о проблемах беженцев после раздела 1947 года. Пьеса «Маленький фермер» была основана на философии Махатмы Ганди, что фермеры являются самыми важными людьми в стране, и что им следует уделять больше внимания, чем другим проблемам. Эти сельские жители старомодны и не могут принять современность. Они не образованы, суеверны и не понимают применения техники в своей профессии, боятся тракторов и других средств улучшения сельского хозяйства. Это была очень интересная пьеса, для которой я разработал декорации. Мне было тогда всего 17-18 лет. Я закончил школу и начал обучаться драматическому искусству в театральной труппе Притхве, говорит Шаши. В компании отца работало 150 человек, включая плотников, маляров, менеджеров, техников, 12 музыкантов, писателей, актеров и т.д. Сегодня мы не можем позволить себе иметь столько людей. В те дни арендная оплата в кинотеатрах была низкой, зарплаты на производство дешевле. Папа играл главную роль в каждом спектакле. Все деньги, которые он зарабатывал от участия в фильмах, он вкладывал в деятельности театра Притхве. Мечтой папы было иметь постоянное место для своей театральной труппы. В 1962 году ему удалось арендовать участок земли в районе Джуху, чтобы создать театр. Но, к сожалению, ухудшение здоровья и последующая смерть так и не воплотили его мечты в реальность. В год его смерти срок аренды земли истек, и нам предложили купить этот участок. В то время театральная жизнь на языке хинди была на рекордно низком уровне. Доступных площадок для спектаклей практически не было. Мы с Дженнифер ухватились за шанс и купили эту землю, создав театр Притхве. Сегодня это новое захватывающее место для исполнителей, режиссеров и театральных писателей. Зрители могут послушать здесь индийскую классическую музыку без усилителя, в классическом стиле байтак. Спектакли идут каждый день. Мы не отменяли пьесу даже в день смерти моей любимой Дженнифер, движущей силы, наставника и вдохновителя театра Притхве. Управление взял на себя наш старший сын Кунал, а в 90-х ему начала помогать Санджана. Постепенно, по мере того, как она училась и набиралась опыта, она добавила множество мероприятий и семинаров. Открыла театр для детей, говорит Шаши Капур. Шаши умер 4 декабря 2017 года. Театр Притхве продолжает жить и процветать. Его двери открыты для всех со вторника по воскресенье. Здесь проходит более 540 представлений в год, проводятся фестивали и мастер-классы. Театр продолжает принимать молодых и талантливых людей. Это то, о чем мечтал Притхвирадж Капур. Он хотел дать новичкам путь, которого у него не было. Притхвирадж пробивался тяжело и, став знаменитым, не хотел, чтобы молодежь боролась и страдала. Театр Притхве дал дорогу в будущее многим известным людям, в том числе режиссеру Роман Анду Сагару, дуэту композиторов Шанкару Джайкишану, музыкальному руководителю Раму Гангули. И он продолжает выпускать из-под своего крыла талантливых деятелей искусства. На сегодня у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. С вами была Мила. Пока-пока.